Здравствуйте, граждане Башкирии! Я обращаюсь к Путину Владимировичу, законно избранному президенту Российской Федерации, единственному гаранту Конституции Российской Федерации, защитнику граждан, которые попали в жизненную трудную ситуацию. Уважаемый Владимир Владимирович, в Республике Башкортостан, как я неоднократно уже вам говорил и пытался до вас достучаться, до вашего аппарата, до аппарата прокуратуры Российской Федерации, до аппарата Следственного комитета Российской Федерации с теми призывами о том, что в Республике Башкортостан Конституции Российской Федерации и законы Российской Федерации не существует. Мы здесь живем по законам Хабирова. Как он скажет, так здесь и будет. Здесь у нас, у граждан, отнимают земли, отнимают дома. Сотрудники полиции, как сказать, не закрывают, не закрывают игровые аппараты казино-мазино. Сотрудники Следственного комитета и прокуратуры не регистрируют дела, а заявления о возбуждении уголовных дел, ссылаясь на незаконный приказ Бастрыкина номер 72, пункт 20, не разбираются. Следственные органы, прокуратура, МВД, вместо того, чтобы защищать интересы граждан, так как это слуги народа, защищают интересы жуликов и воров, расхищающих богатство Республики Башкортостан, что хотел сказать. Говорят, скоро вы приедете в Республику Башкортостан с проверкой. Просим вас пригласить вместе с собой генерального прокурора Российской Федерации и начальника Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина. И пусть они на месте, посмотрят, как здесь работают их следственные прокурорские аппараты. Вместо того, чтобы сидеть на теплых местах в Москве, стучать по столу и говорить, нужно работать, нужно помогать людям. На местах они у нас, нули, на местах у нас правят свои генеральные прокуроры и свои руководители Следственных комитетов и трактуют закон так, как им это выгодно. Что еще хотел сказать? Если у нас в Российской Федерации сложилась такая ситуация, что лично вы решаете все вопросы, остальные органы не работают, ни прокуратура, ни Следственного комитета, ни МВД без вашей подсказки. Ну, в перспективе развития у Российской Федерации нет. Мы медленно подходим к концу. Мы просим вас обратить внимание на такой регион, как Башкирия. Очень богатый регион. Бывший богатый регион, который сегодня разграбляется под руководством главы администрации Хабирова. Новых мощностей производственных не строится. Уничтожает одни свинофермы. Муниципальные. А к чему я это говорю? Муниципальные. Наши власти не могут руководить теми предприятиями, которым и достались. Строят другие такие же, но частные наверняка они там имеют свою долю. Хочу сказать еще о том, Когда, наконец, кто-то будет прислушиваться к нам, гражданам. Мы для вас не являемся мусором. Мы власть. Но мы власть нищая, безденежная. А наши слуги, миллиардеры, сотрудники следственных комитетов, прокуратуры, МВД, жулики и воры, Которые воруют у нас, у трудового народа, миллиарды и живут припеваючи. Последние аресты в Российской Федерации показали, Какой объем преступности творится в правоохранительных органах. Мы понимаем это так. Идет передел власти. Те, кто украл, явно не поделился, Им готовят замену, чтобы воровали и делились. Спасибо, граждане России. Я надеюсь, Владимир Владимирович, что мое выступление дойдет до вашего уха. Вы все-таки гарант Конституции. Попробуйте хоть раз защитить мои эквистрационные права, Нарушаемые в республике Башкортостан, А также десятков и сотен граждан, Которые не находят доступа к правосудию, Которых могут сжигать в своих домах и не находят виновников, Которых выгоняют на улицу с детьми и не находят по поддельным документам судей, Не находят виновным. Те чиновники, которые разворовывают муниципальные земли, Скупая их за три копейки, виновных нет. По поддельным документам заводят уголовные дела, Снимают с этого барыши в свой карман и закрывают. Жду ответа, уважаемый Владимир Владимирович. До свидания.